Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы нарисуем с вами черепаху и будем это делать необычным способом. На занятии нам сегодня понадобится бумага для рисования, буашевые и акварельные краски, влажные салфетки, самые обыкновенные бумажные салфетки, палитра кисти, плоские и круглые. Круглые кисти лучше использовать щетину или синтетику. Мы начнем рисовать наш фон с помощью акварельных красок. Ты помнишь, что эти краски очень любят воду, поэтому сначала я возьму большую плоскую кисточку и смочу наш листочек слева направо водой. А теперь я возьму акварельные краски и сделаю сначала небо, а потом сделаю воду. Для этого я могу использовать разную палитру краски. Мой фон готов. Теперь я могу рисовать гуашевыми красками. И сделаю я сначала небольшой островок, там где у меня будут находиться пальмы. Для этого я возьму немножко охры и немножко белого цвета и сделаю небольшой остров с помощью дугообразных линий. Теперь мне очень хочется нарисовать черепаху. Как же мне это сделать? У каждой черепахи есть панцирь. И мы с тобой нарисуем его с помощью бумажной салфетки. Посмотри, если я ее сомну, а теперь внимательно посмотрю на нее. Мне кажется, да, она мне напоминает вот такой панцирь, шершавый панцирь черепахи. Для этого я возьму кисточку круглую толстую и смочу ее с бумаги там, где у меня будет находиться салфетка. А теперь я ее просто приложу и водичкой смочу. Панцирь можно разукрашивать. Он будет у нас коричнево-зеленый. Теперь я могу нарисовать голову и ноги. Для этого мне нужна будет кисточка потоньше. Я думаю, что это будет необходимо сделать коричневыми оттенками. Пока наши головые ножки будут отсыхать, я нарисую несколько пальм на нашем острове. Поэтому мне нужна будет круглая кисточка. Вот такая. Я возьму сейчас охровый и коричневый сразу и сделаю несколько мазков техникой примакивания. Музыка Пальма готова. Теперь мы сможем нарисовать с тобой глаза, коготочки и, конечно, ротик нашей черепашки. Для этого мне нужна будет самая тоненькая кисточка и черный цвет. Музыка Давай нарисуем несколько волн. Для этого я возьму вот такую салфетку влажную и немножко белой краски. Музыка Музыка Мне осталось нарисовать только теплое жаркое солнышко. Для этого я возьму опять круглую кисточку. Белую краску Поставлю точечку и сделаю сначала вот такой белый кружок. Теперь я возьму желтую краску. Поставлю внутри желтый цвет и повторю. Вот такая у меня теплая южная летняя картинка получилась. Я желаю тебе творческих успехов. До новых встреч! Музыка Музыка